Всем привет! Сегодня такой странный выпуск. Мы тут с Валей купили себе муравьиную ферму. Формикария эта штука называется. Штука из гипса. И многие просили снять меня ролик про эту тему. Я не знаю, как это всё снимать, но сейчас мы будем их выпускать. Но сначала я вам покажу, что мы тут наделали. В общем-то, сверху здесь была просто зелёная равнина и камешки вот эти разноцветные. Но мы решили немножко приукрасить. И сделали все вот эти вот вещи с песком и травой своими руками. У нас осталась куча материалов из Вархаммер 40 тысяч. Давно я не раскрашивал фигурки. Валя тоже давно не раскрашивала. Но мы сделали вот такие камешки, траву, в общем-то, своими руками. И в будущем сделаем какие-нибудь куски, да, ещё из Вархаммера. Обязательно. Вот, чтобы придать постапокалиптизму всему этому делу, пытаюсь настраивать фокус вручную. Будут тут всякие разломанные куски цивилизации ещё валяться, когда мы их раскрасим, приделаем тоже. А пока вам покажу, что у нас ещё есть. Тут всякие ходы. Есть отверстия для воздуха вот такие вот с сеточкой. Есть губочка, в которую нужно впрыскивать воду для облажнения. Шприцом нужно впрыскивать воду. Нужно будет ещё шприц в аптеке купить для этих дел. Вот. Это зёрнышки, которые они будут есть. Наверное, муравьям этого хватит на два года, я не знаю. Зёрнышки как для попугайчика. Вот здесь у нас баночка стоит с жидкостью антипобег, которую сейчас надо будет намазать на края всё это дело. Крышка есть, но крышка не супер плотно прилегает, поэтому нужно будет помазать. И вот они сами муравьи, плохо видно, но они вроде как там живы. Сейчас мы посмотрим, наверное, как-нибудь поближе это дело. Для них сейчас, наверное, стресс. Да, для них стресс. Там огромная матка, если вы её видите, она одна. У этой колонии муравьёв всего одна матка, может быть. Муравьи жнец у нас называют. Жнец, да. И несколько всяких разных других муравьёв. Тут ватка, тут жидкость для увлажнения, тоже ватка. Ну что, давай открывай. Давай сначала намажем края вот этой штукой. Так они же ещё будут. А, ты предлагаешь выпустить, а потом намазать. Ну, в принципе, да, намазывание будет не так прикольно показывать. Мы можем это сделать за кадром. Давай, вытаскивай. Смотри, как он пытается выбраться. Да. Давай как-нибудь вот здесь вот его, да, расположим, чтобы они сразу сюда побежали, а то они убегут куда-нибудь там, где не видно. Да, они могут побежать вообще в любой. Я знаю, но всё равно я хочу сюда входом их положить как-нибудь. Они там уже начали строить себе что-то. Я готов. Там один наверх полез, он не сдохнет, пока ты ватку будешь вытаскивать. Нет. У них тут кто-то уже умер, успел. Несколько человек, муравьёв. Ну, они вообще будут дохнуть довольно часто. Главное, чтобы яйца получились, всё это дело зажило. Нам сказали, что выползать они будут около двух суток из этой пробирки. Сейчас они, скорее всего, вернутся обратно. И постепенно будут искать, где же в этом огромном мире можно начать жить. Да. В общем, с трёх сторон у нас такие вот ходы. А с четвёртой? А с четвёртой там просто прямая штука, чёрная. Туда они, по идее, полезть не должны. Вот такие дела. Так что сейчас мне больше снимать нечего. Они будут очень медленно выползать. И продолжение этого видео я сниму, когда они уже выползут и что-нибудь... Построят. В общем-то, построят, да. Может, песок нашу тащат вниз, который мы тут накидали. Он же не весь приклеился. Вот. Ладно, вернёмся попозже. Через пару дней. Только я выключил камеру, и оказалось, всё совсем не так. Они начали очень резво выползать наружу, поэтому я решил сейчас ещё заснять небольшой кусочек. Осветители я выключил, потому что боюсь спугнуть их. Им, наверное, тяжело смотреть на яркий свет, поэтому сейчас выглядит всё немножко иначе. Короче, что происходит? Вот этот чувак зерно тащит уже минут пять. Ну, куда он тащит? Он понятия сам не знает, походу, потому что здесь ещё никого не было из других пацанов. Он просто корячит зерно, потому что, не знаю, может, он очень любит зерно. Это Олег. Он сразу, самый первый, выбежал из пробирки и обошёл уже почти всё по кругу. Очень тяжело поймать его в фокус. Самый большой, короче, исследователь из всей тусовки. Смотрите, куда он уполз. При этом он побыл уже во всей левой части этой истории. Королева или как... Как её правильно называть? Матка. Матка всё ещё сидит в пробирке. Как только пацаны найдут, куда ей деться, они, наверное, ей сообщат, я не знаю. О, он оставил зерно. Причётся, он опять к нему вернётся. Да. Он не может его бросить. Да. Там ещё были чуваки, которые таскали чужие трупы. Так они там до сих пор таскают в пробирке. Мне уже вон даже вытащили кого-то. Очень тяжело снимать в таком большом приближении, но получается очень красиво. Уронил зёрнышко и теперь и страдает, что он упал. И смотри, как он мучится. Ищет его. И боится спуститься. Он на самом деле красавец, потому что он, сам того не понимая, уже закладывает место для жизни, пока Олег там выпендривается и бегает по краю. А другие чуваки вытаскивают из пробирки трупы. Они думают, что пробирка теперь в дом. Ну так первое время, наверное, так и будет. Мы уже посмотрели, как они реагируют на жидкость антипобега. Они прям подбегают и такие и сразу обратно убегают. Очень круто эта штука работает. В общем, муравьи не убегут. Чувак с зерном пытается вытащить его. Ничего себе, он его понёс. И уронил. Бедняга. Чувак, у тебя работай на целый день. Он сейчас будет искать его. Он себя чувствует неудачником. Он из дома упер зерно и теперь не может его вернуть. Бедняга. Он даже не видел, куда она упала. Вот она. Не смотрите, сколько трупов вытащили. Некоторые сдохли сразу в пробирке. И вот там куски ног, жоп, голов. И всё это в насти. Да. А, какая чертовски увлекательная штука. Я здесь теперь весь вечер, наверное, просижу. Никаких видео. Никаких видео, чуваки. Я теперь фермер. Смотри, ты снял, как они стараются вытащить всякую гадость. Прям он тащит так, красиво. И всё очень здорово. Они так старательные. Я говорю, они такие все старательные. Да. Не то, что ты, чувак за монитором. Это шутка. На муравьи всё равно старательнее нас всех. Прошло три дня. Особенно ничего не изменилось. Они всё ещё исследуют. Всё-таки им надо несколько дней, чтобы перебраться из пробирки наружу. Но мне есть вам о чём рассказать. Они перетащили всё зерно, которое лежало вот в этих отверстиях. Вот здесь вот ещё чуть-чуть осталось. В общем-то, они всё его перенесли к себе в пробирку. По-прежнему думают, что их муравейник в пробирке. Тусят там. На самом деле, у них появились яйца уже. И есть даже личинки. Вот эта вот белая хреновина, эта личинка. Они её туда-сюда носят. А яйца находятся вот там. Они тоже такие беленькие. А в остальном никаких изменений. Пока они живут в пробирке, жрут еду, таскают всё, что найдут сюда. Камни перенесли. В общем, куча всего. Поэтому, пожалуй, на этом это видео первое закончится. Подождём ещё несколько дней. Это дело не быстро. Я знаю, что многим из вас интересно наблюдать. Хочется больше видео на эту тему. Но я не могу их снимать чаще, потому что происходит всё небыстро. Всё довольно-таки неспешно. Когда они куда-нибудь переселятся и начнут плодить яйца, будет, конечно, гораздо веселее. А пока всё. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Пока. Так. Ой. И здесь белая капсула. Что же внутри белой капсулы? Чёрт. Ну, я хотел фигурки. Я как-то фигурки хотел. Пазл. 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 Продолжение следует...